МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Чем ближе лето, тем выше уровень свобод. Постепенно все ограничения в связи с пандемией снимаются, хотя до полного возвращения к прежней жизни неизвестно, когда дойдет. По традиции, в конце месяца с представителями ведущих политических сил мы подводим итоги общественной жизни региона. Плюсы и минусы дистанционки. Какие меры может предпринять власть для помощи безработным, которых стало больше? Об этом и не только поговорим с гостями программы. Казанцева Тамара Николаевна, первый секретарь Кеменского областного комитета КПРФ, член ЦК КПРФ, окончила Казанский химико-технологический институт по специальности технология переработки пластмасс. Депутат Кеменской областной думы, фракция КПРФ. Почетный энергетик Российской Федерации. Трубин Глеб Александрович, окончил Московский госуниверситет по специальности менеджмент организации. Депутат Кеменской областной думы, фракция ЛДПР. Морев Сергей Николаевич, окончил Тюменскую архитектурно-строительную академию по специальности автомобильные дороги и аэродромы, а также Тюменский государственный университет по специальности финансы и кредит. Основное направление деятельности коммерция, которой занимается с 2001 года. Депутат Тюменской областной думы, фракция партии «Справедливая Россия». Омаров Эдуард Закирович, окончил Тюменский госуниверситет и Тюменский индустриальный институт по специальностям технология и инженер-механик. Служил в органах внутренних дел, с 1993 года начал заниматься бизнесом. Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Депутат Тюменской областной думы, фракция партии «Единая Россия». Дистанционно работать и учиться многих из нас вынудили обстоятельства, связанные с пандемией. Одним из тех, кто существенно поменял рабочий график, стал коллектив Свердловской железной дороги. Седьмую часть сотрудников перевели на удаленный режим, остальные в строю. Как это происходит сейчас в нашем первом материале. Дома в комфорте, главное, без риска для здоровья. Сейчас трудятся свыше 7 тысяч сотрудников Свердловской железной дороги. Всем им были организованы удаленные рабочие места. Что касается именно Тюменского региона Свердловской железной дороги, то таких сотрудников сейчас более 600 человек. Переход на удаленный режим работы осуществлялся достаточно быстро. Согласие самих сотрудников, а также в соответствии с Кодексом трудовым Российской Федерации. Основная часть сотрудников, конечно же, не может выполнять свои должностные обязанности, находясь на дому. Поэтому мы хотели бы показать вам, как они трудятся на местах. Здесь осуществляют свою деятельность дежурные подстанции. Это одни из тех оперативных работников, которые не могут быть перейдены на удаленный режим работы. Для них создан пятисуточный запас средств защиты антисептиков. Он постоянно пополняется. Уборка производственных помещений, в которых работают эти сотрудники, производится в два раза чаще, чем было до пандемии коронавируса. На удаленную работу не переведен персонал, деятельность которого связана с обеспечением безопасности, безперебойности перевозочного процесса. Это диспетчеры, дежурные по станции, машинисты, локомотивы, их помощники, работники Путейского блока и других подразделений. Маршрут готов на 21 путь. Напротив меня находится пульт-табло, по которому я отслеживаю работу станции. Целевые инструктажи у нас теперь проводятся строго по телефону, строго в помещении дежурного по станции. Ограничены общения между работниками. Технические учебы у нас теперь проводятся дистанционно. Сотрудники, которые были все-таки переведены на удаленный режим работы, они отметили новый формат для себя. То есть дома все-таки можно работать эффективно. У большей части людей это получается. По традиции первой у нас отвечает Тамара Николаевна. Дистанционность, образование, торговля уже стали привычной частью нашей жизни. Понятно, что это зачастую вынужденная мера. На ваш взгляд, после пандемии эта тема будет по-прежнему актуальной? И нуждается ли она в законодательном регулировании? Добрый день, дорогие товарищи. Я хотела бы сказать, что последнее выступление нашего президента говорит о том, что законодательного закрепления дистанционки не будет. Да, действительно, сегодня ситуация такая в нашей стране, да и не только у нас, и за рубежом, и в мире, что необходимо было каким-то образом подстроиться, чтобы ликвидировать вирус, чтобы не заразить большее количество людей. Поэтому принята дистанционка. Но она больше всего касается не экономики, а вот именно образования и науки на сегодняшний день. Образование она себя в какой-то степени оправдала, потому что наши дети могут, по крайней мере, получать знания. Но не 100%, потому что сегодня у нас еще техническое обеспечение, интернетом очень слабо. Мы с вами смотрели сюжеты многие. Для того, чтобы связаться по интернету, приходится залазить на какие-то вышки, на деревья, на дома, на крыши. Конечно, это не выход из положения. И в такой системе вести дистанционную работу, наверное, невозможно. Но, тем не менее, что-то можно принять. Но я, например, думаю, что да, торговлю дистанционно проводить можно. По интернету у нас уже давно торгуют, давно что-то закупают, продают. Но, тем не менее, основные отрасли нашей экономики, даже здравоохранение, например, культура в какой-то степени, она никак не может быть дистанционной. Особенно здравоохранение. Представьте себе, как можно дистанционно сделать операцию, только если будет Кашпировский ее проводить, наверное. И то его уже разоблачили. Перспектив стопроцентной дистанционной работы в экономике не так уж и много. Практически, может быть, их нет. Остается, может быть, только образование, остается только торговля дистанционная. Глеб Александрович, ваша очередь. Насколько дистанционный метод ведения дел может быть востребован тюменскими предприятиями? Безусловно, сегодня многие компании, организации перешли на дистанционную форму работы. И, с одной стороны, это вызывает определенные трудности, не все были к этому готовы. С другой стороны, сегодня люди, которые работают из дома, ущемлены в правах. Они работают больше, чем положено по трудовому кодексу. И уже сегодня обсуждается вопрос о том, что закрепить такой формат работы, чтобы люди работали строго по трудовому договору. С другой стороны, мы видим сегодня, что на дистанционную форму переходит образование. Здесь есть определенные проблемы, и в основном люди негативно отнеслись к этому, потому что, с одной стороны, нет ни компьютеров, ни планшетов, особенно семья многодетная, чтобы одновременно дети могли заниматься как-то достойно. С другой стороны, мы видим, что школа выполняет функцию не только донесения каких-то знаний, но люди и дети между собой коммуницируют, разговаривают, общаются, воспитываются. Поэтому при переходе на какую-то удаленную, дистанционную форму работы всегда надо взвешивать все «за» и «против». Ну и в современном мире пока за то, чтобы люди дистанционно жили и полноценно как-то взаимодействовали, пока это невозможно, и, конечно, контакт между людьми, он социально, с психологической точки зрения очень важен. Сергей Николаевич, с полным погружением в дистанционку пришлось столкнуться нашей системе образования. На ваш взгляд, испытание пройдено или нет? Давайте сначала подведем соответствующую материальную базу и соответствующую методическую часть, а после этого будем введать в дистанционные методы обучения. У нас очень четко по поводу этого сказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов, о том, что он просто напрямую предложил в Министерство посвящения прекратить дистанционное обучение на фоне коронавируса до тех пор, пока не будет проведена необходимая методическая материальная подготовка перевода всех школьников на удаленное обучение. Мы справедливо недоумеваем, почему за столько лет так и не была осознана единая федеральная образовательно-электронная площадка, доступная и понятная детям, куда бы загружались пособия с тестами и заданиями. И еще один момент. Страна и родители должны быть готовы, технически, материально. Если мы говорим о переводе на какой-то новый вид обучения, давайте тогда. У нас не у каждой российской семьи есть компьютер в семье, чтобы это все работало на низкоскоростном интернете, чтобы семьи были обеспечены необходимыми гаджетами. И ведь помимо технических вещей мы понимаем, что существует просто ряд моментов, которые не обойти. Это в первую очередь система адекватной оценки тех знаний, которые даются, обратной связи. И более половины учителей уже об этом высказалось, о том, что невозможно оценить, как ребенок понимает, он просто прослушан или он вник в поставленную задачу. Ну и завершающее слово Эдуард Закирычу. Эдуард Закирыч, на бизнесе дистанционная работа как сказалась? Где она оказалась у места, а где нет, на ваш взгляд? Конечно, пандемия принесла нам очень много бед и проблем, но вместе с тем дала интересные подсказки. Мы очень много говорим про повышение производительности труда, про эффективность. Как раз возможность удаленной работы для многих компаний, на которые мы не обращали внимания, сегодня имеет место быть. Для большинства компаний часть сотрудников могут свои функции выполнять удаленно. Это существенно сократит издержки предприятия и издержки сотрудников, тем самым повышать производительность труда. Государственная система часть своей функции вполне легко может выполнять точно так же удаленно. Что касается системы образования, дистанционное обучение, о котором мы много лет говорим, мы знаем, есть отдельные уже практики дистанционного обучения, показали, что да, мы ее очень широко можем применять, намного шире, чем мы ее применяем. Конечно, ни в коем случае нельзя полностью уходить на дистанционку, потому что один из главных функций, которые выполняют школы и университеты, это развитие личности. Развитие личности без межличностной коммуникации, это просто нереально. Поэтому наши дети должны иметь возможность встречаться, конфликтовать, решать эти вопросы и развиваться. Поэтому оффлайн должно быть. В моей системе координат 80% обучения мы обязаны просто оставить оффлайн, а вот насчет качества 20% онлайн-образования нам нужно обязательно подумать. Большое подспорье в сохранении рабочих мест это постепенное снятие ограничительных мер. Благодаря этому у нас возобновили работу все предприятия бытовой сферы, услуг и не только. Генеральная уборка после полутора месяцев простой. Это один из тюменских салонов красоты. Здесь трудятся 13 специалистов. Для них открытие словно праздник, где клиенты и долгожданные гости. Бьюти-индустрии разрешили работать при условии соблюдения санитарных норм. Большая часть из них для Анны, владелицы салона знакомы. Она их выполняла ранее. Но пришлось докупить санитайзеры, бесконтактный термометр и сделать разметку для соблюдения дистанции. Финансовые потери салона за полтора месяца без работы огромные, но скоро все восполнится. Все еще записываем. Около 800 сообщений только пришло в Вайбер. На самом деле не все так кажется легко, как казалось бы. Мастеров не хватает, как оказалось. Но будем как-то что-то... Люди с пониманием отнеслись, что готовы ждать неделю-другую, но чтобы попасть к своему любимому мастеру. А здесь работа уже идет полным ходом. В детейлинг-центре наконец начали оказывать услуги, на которых они специализируются. Например, полировка кузова. Этому автосервису повезло больше других. С 9 апреля разрешили сотрудничать с юрлицами. Это стало не только спасением, но и новым вектором развития бизнеса. Портфель наших клиентов расширился кратно. За 7 лет деятельности, которой я занимаюсь, я скажу просто в цифрах. 30 договоров было у меня на начало карантина, на начало вот этого всего. Вот сейчас их 130. То есть мы понимаем, что за полтора месяца я подписал 100 договоров, по которым сейчас буду успешно работать. В регионе наступил первый этап снятия ограничений. С 15 мая заработали стоматологии и частные клиники. С 18 мая все предприятия сферы услуг. И сейчас именно спрос поможет бизнесу встать на ноги. Люди пойдут. По салонам красоты я уверен. Девочки сейчас побегут. Фотки ногтей мы видели все в соцсетях. А дальше вот вопрос по остальным. Есть ли сегодня достаточная покупательская способность у населения? Есть ли достаточное количество денег свободных для того, чтобы пользоваться услугами малого бизнеса? Возобновляют работу и магазины непродовольственных товаров. При условии, что общая площадь помещения не более 400 квадратных метров. И есть отдельный вход с улицы. Тамара Николаевна, по официальным данным Росстата в апреле число безработных в стране выросло с 3,5 до 4 миллионов 300 тысяч человек. Уровень безработицы увеличился на 23% по сравнению с мартом этого года. Какие меры должны быть предприняты властями, чтобы не усугубить ситуацию на рынке труда? 8,5 миллионов прогнозируются в период коронавируса безработными. Как их трудоустроить, что делать? Вот к нам обратились общественные организации Ханты-Мансийского округа, которые озаботились состоянием безработицы, особенно по отношению к мигрантам, которые приехали к нам и из других наших бывших республик Советского Союза. Особенно это касается и Таджикистана, и Упикистана, и других республик. Что же с ними делать? И действительно, что должно делать правительство? Я с ними полностью согласна. Они задают вопросы, что правительство любого региона должно принять все меры, чтобы мигранты были направлены домой и у себя находили работу. Те, кто страдают на сегодняшний день этим явлением, должны понимать, что центры занятости – это самое первое, что необходимо. Что там может быть предложено? Ну, наверное, будут какие-то общественно полезные работы. Если человек не согласится два раза, когда ему предлагают какую-то работу, то он уже как бы и снимается с очереди на постановку по безработице. И если он отказывается еще от обучения, могут предложить обучение для того, чтобы получить новую профессию. Поэтому очень важно, но и в то же время надо представить пакет документов. Если документы будут недостоверные, то он может быть вообще снял с учета. Так что, если у кого-то возникли проблемы по занятости на сегодняшний день, то срочно бегите в центры занятости в своей территории. У нас в Тюменской области сегодня самая меньшая безработица в Ишиме, самая большая безработица в Тюмени. Вернее, не в Тюмени, а в Заводолковске. Но, видимо, там особо предприятий нет. Поэтому, конечно, важно, чтобы наши граждане, я считаю, что самые надежные предприятия – это бюджетная сфера. Значит, даже если низкая зарплата, то она стабильная. Если даже эпидемия какая бы там ни была, все равно заработная плата сохраняется. В какой-то степени люди, по крайней мере, без куска хлеба не останутся. Поэтому бюджетные сферы и большие предприятия. Сергей Николаевич, пандемия нанесла серьезный удар по экономике. Я так понимаю, что число закрытых предприятий в ближайшем будущем будет только расти? Более 500 предприятий уже закрылось, это по Большой Тюмениской области. Это тысячи и тысячи людей. И нет еще информации по малому и среднему бизнесу, который сейчас борется за выживание, перекредитовывается, как-то разбирается с людьми, думает, продолжать работать или нет. Нет информации по серой экономике. Данные тоже появятся в начале третьего квартала. Вышли данные по порталу Headhunter, который провел исследование. У нас в Тюмениской области одна из самых больших количества поданных заявок на одну вакансию. Более 9,4. Это при середине нормы 5-6 заявок на вакансию. Очень напряженная ситуация, и она будет нарастать, к сожалению. Что хотелось бы сказать в первую очередь, это о работе портала Госуслуг, где это как точка входа для того, чтобы элементарно зарегистрироваться и встать на биржу труда, начать получать пособия, которые и так-то составляют небольшую сумму. 12 тысяч рублей – это минимальный прожиточный минимум. Мы понимаем, занижен как минимум в два раза, как можно прожить человеку, когда коммунальные платежи у нас 3-3,5 тысячи – это минимум, и только по официальным данным потребительская корзина – 10 тысяч рублей. Это мы уже попадаем в минус. Здесь надо просто пойти по примеру того, что регионы имеют право сами определять и делать добавки людям. Здесь очень хороший пример – это мэр столицы Сергей Семенович, когда просто каждому безработному до сентября будет выплачиваться по 19,5 тысяч рублей. Хороший пример для подражания. И я бы просто радовал за то, что у нас в области ввести дополнительные компенсации тем людям, которые потеряли работу, которые имеют на попечении несовершеннолетних детей. Глеб Александрович, можно ли говорить о том, что безработица превратилась в одну из главных проблем в стране? Кризис уже во всех отраслях, и главная проблема – это сейчас безработица. И мы видим, что многие эксперты, аналитики говорят, что по всей стране к концу года будут десятки миллионов безработных, ну или хотя бы несколько миллионов безработных. Это огромное количество людей, задача государства, социального государства, каким является наша страна – обеспечить людей работой. Как это можно сделать? Есть несколько выходов, но один из выходов предложил наш лидер партии Владимир Жириновский. Те мигранты трудовые, которые уехали сегодня из нашей страны, освободили часть свободных ниш, и надо все-таки научиться справляться, чтобы нанимать наших людей, и те мигранты, которые уехали, их нишей займут наши русские люди. С другой стороны, поддержка людей абсолютно необходима, и обеспечение их работы, и достойные заработной платой государство должно через, может быть, корпорации, с одной стороны, поддерживать, чтобы отдавать заказы, и люди выходили на работу. Мы видели, что во времена Великой депрессии были крупные инфраструктурные проекты, и люди на них работали, зарабатывали деньги, что помогло выйти из кризиса. С другой стороны, у нас сегодня огромное количество среднего и малого бизнеса, который ждет этой поддержки от государства. И, с одной стороны, мы должны какими-то льготными кредитами помогать, с другой стороны, те высокие налоги и взносы, которые бизнес платит, конечно, их необходимо снижать. И поддержка бизнеса, с одной стороны, снижение налогов, с другой, и крупные инфраструктурные проекты, на которых люди будут просто работать, зарабатывать деньги, совокупность с жесткой миграционной политикой, я думаю, это именно те пути, которые сегодня могут быть реализованы в нашей стране. И, наконец, Эдуард Закирыч, численность официально зарегистрированных безработных в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 59%, до 1 миллиона 300 тысяч человек. Вполне вероятно, за май их станет больше. Каковы должны быть действия властей в этой ситуации? Да, безработица растет, но она могла расти намного быстрее, если бы не современные принятые меры со стороны правительства Тюменской области. Как вы знаете, в самом начале пандемии был создан ситуационный штаб, в который вошли члены правительства и представители бизнес-сообщества. Такой же штаб был создан и партией «Единая Россия». Туда вошли наши коллеги из областной думы и представители бизнес-сообщества. Мы вместе мониторили ситуацию, анализировали и предлагали наши решения. И понимали, что для того, чтобы сегодня сохранить экономику и рабочие места, нам нужны, в первую очередь, налоговое послабление и адресная помощь. Как вы знаете, упрощенная система налогового обложения претерпевляла существенные изменения. Мы опустили ее до 1%, а ЕНВД практически обнулили. Но и это не все. Нам нужно думать о завтрашнем дне. Как сделать так, чтобы рабочие места всегда были и о том, как переформатировать экономику региона в условиях пандемии. Как вы знаете, много сегодня экспертов говорит о том, что пандемия может вернуться. И вообще мы входим в фазу, когда пандемии могут быть постоянны. Поэтому нам нужно существенно поменять парадигму отношения к формированию экономики региона. Где искать подсказку? Как вы знаете, Российская Федерация сегодня импортирует более чем на 300 миллиардов долларов различной продукции. Нам нужно провести хороший глубинный анализ и понять, какую часть из этой продукции, в каких сегментах экономики мы можем у себя производить. Возможно, эта продукция сегодня не будет востребована на экспорт, но потребности на внутренних рынках мы можем таким образом решить. Решая эту задачу, мы с вами решаем вопросы занятости населения. И тогда наши жители, имея работу, имея достаток, принося регулярно домой заработанные деньги, уже без опаски, без оглядки могут строить свои планы на будущее. Непредсказуемость. Вот, пожалуй, ключевое слово в описании всей нынешней ситуации. Но то, что у нас в стране начинают планировать на ближайшую перспективу, парад победы и шествие бессмертного полка, тому свидетельство, вселяет определенный оптимизм. И это все, о чем вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго. И не забывайте смотреть объективно. На все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова